Всем привет! Говорим сегодня о эмоциональной зашлакованности. Жалуетесь на то, что нет отношений, нет денег, мужчины бросают, женщины не любят, депрессия, тяжело, душно, аж душно от собственной жизни. Кто же вас душит в вашей собственной жизни? Эмоции, конечно же, эмоции, которые сопровождают вас сейчас. Страх, что будет с вами дальше, страх, что вас не полюбят, страх смерти очень часто, когда вы сильно заболеваете и понимаете, что вы никак не можете себя обеспечить, чтобы поддерживать себя в хорошей форме физической. И очень часто в болезнях вы можете оказываться вообще наедине с собой абсолютно. То есть вы находитесь, вам плохо, у вас проблемы, но вам некому помочь. Вы-то раньше помогали всем, у вас же есть такая функция, всем помогать. Но так оказалось, что в итоге, когда нужна помощь вам, то никого нет. Ну, разве что дети, которыми вы поднеси, подай. Но дети же не для того, чтобы вас спасать от смерти. Дети же для того, чтобы вы научили их наслаждаться жизнью. Поэтому давайте разбираться, откуда эмоции, которые вы ощущаете и чувствуете сейчас. Почему вы никак не можете выбраться из постоянной карусели, которая с вами происходит, то есть бросают мужчины, сложно ждать следующих встреч, надо очень страх одиночества, страшно, что денег не будет и они закончатся, их украдут, вообще жить страшно в итоге. Какой страх, значит, смотрите, какая теория, да, какой бы мы страх с вами не взяли и какую эмоцию бы мы с вами сейчас не взяли, депрессия, одиночество, эмоция такая, злость, раздражительность, очень много жалости к себе, да, как, почему происходит всё так, как происходит. Чувство обесценивания, которое к вам проявляют, вы уже привыкли к нему, да, у вас уже есть стереотип поведения на него, на это самое обесценивание. Всё как обычно, всё как всегда, да, то есть другие живут, за другими вы подсматриваете в Инстаграме. А, собственно, своя жизнь никуда не движется, да, всё как бы остановилось, и всё становится хуже и хуже. Так вот, теория такова, и вам её нужно запомнить. Надеюсь, что некоторые из вас это поймут. Тот, кто понял, тот гений, тот сможет выбраться, поймёт, что ему нужно делать. То никто не поймёт, продолжайте слушать дальше, пока у вас это не распакуется. То чувство, которое вы испытываете сейчас, оно записалось в детстве. То чувство, которое вы на сегодня считаете, что вот этот мужчина со мной это сделала, это мама сейчас со мной так поговорила, это начальник так со мной поступил, это работа мне уже надоела, да. Вот это вот ощущение личных ограничений, нет свободы, невозможности дышать и делать то, что вы хотите, невозможности взять любовь, невозможности взять деньги, да. Вот именно вот это чувство безысходности, можно даже сказать, беспомощности, скорее всего, да. То есть если распаковывать это чувство, то в итоге мы упираемся в такую беспомощность абсолютную и в жалость себя. Так вот это чувство, которое вы сейчас холите или лейте, это на самом деле тухлое яйцо, которое с вами, начиная с самого детства. Вот, потому что тело ваше проснулось, а дух ваш не проснулся. Тело ваше проснулось, а душа ваша не проснулась. Тело ваше проснулось и сделало первый шаг, а личность ваша не проснулась. Личность ваша так и продолжает дремать, вот, и может быть она ушла даже от вас на очень далёкое расстояние. На самом деле, когда человек не живёт свою жизнью, из него уходит дух, да, уходит душа, вот, и как бы так вы зацикливаетесь, он так биоробот делает, да, то есть вы можете называть, да я, да у меня, да у меня, да у меня там такие чувства, у меня такие эмоции, у меня такая сложная ситуация. Вот, ну, это сложная ситуация у этого биоробота, вот, потому что считается, что душа и дух, они уходят из человека, в общем, когда он начинает вот так вот вонять, как тухлое яйцо, своими эмоциями, жалости к себе, вялости, беспомощности, депрессника, да, это тогда, когда вы сами смотрите на себя, и вас самих от себя тошнит, вас тошнит от вашей жизни. Представляете, то есть вы пришли в такую точку, хотя делали всё максимально, сделали всё максимально правильно, как вы считали, да, то есть, и оказывается, вы всё время шли вниз, представляете, то есть, и дошли до вот этой точки, где просто вас уже уложили, в общем, вот, или психосоматика, или депрессия, вот, денег нет, что делать, спать. Мужчина не любит, что делать, спать нужно, да, быстрее как бы лечь, вот так сказать. Хотелось бы что-то себе купить, купить себе ничего не могу, это раздражает, что делать, спать. Вот так вот эта вот сущность, вот этот биоробот, да, он как бы так реагирует на ограничения. Вот личность же на ограничения реагирует борьбой, смелостью, решительностью. А ваша трусливость, да, она приведёт вас только к тому, что вас будут постепенно как бы стирать и показывать вам. Обычно считается, что есть три подхода угроз человеку, да, когда там Вселенная, Творец, но ещё правильнее, кто разбирается и кто в теме тех, кто, значит, создавал планету Земля. И те боги, которые здесь следят за тем, как здесь работают правила, да, они предупреждают три раза, да. Сначала могут предупредить через какую-то смертельную болезнь мамы, да, где вы будете за ней долго ухаживать, да. Потом могут предупредить, значит, войной, например, так уже там уже угроза вам жизни, да. Вот могут предупредить тем, что они отрезают уже от вас части тела. Могут предупредить болезнью детей, могут предупредить смертью близкого человека. могут просто всё забрать, весь ваш бизнес, который у вас был, раз и забирается, просто как корова языком слезала. И вы думаете, боже, кто это тогда был? У меня же бизнес был, у меня же деньги были, у меня же всё же было. А сейчас ничего нет, и вы чувствуете абсолютно беспомощность и абсолютное неуважение к себе. Вот, и получается, что все действия, которые были сделаны, вот сейчас видите, как бы без рук всё скачивает, всё прыгает, всё работает. Боже с нами. Вот. Вот это как бы наклонная лестница, по которой вы скатились, это сделало действительно с вами одно чувство вот этой беспомощности по факту, которое в вас было заселено ещё в вашем детстве. Может быть, ещё в утробе матери, может быть, чуть позже, когда вы родились, да, тогда, когда ваша личность, её прихлопнули буквально как муху, хочется сказать, просто буквально, да, что тебя нету, нас интересует только то, чтобы ты был послушным, действовал по приказу, делал то, что мы говорим, вот, и, соответственно, не мешал нам быть теми, кем мы есть. Да, родители, родительское уродство, оно не хочет, чтобы ребёнок их учил, да, даже когда ребёнок становится более продвинутым, родителей нет, я всё равно лучше знаю, да. Системная компания, конечно же, она не хочет ничего знать по поводу там, вашего мнения, о чём вы думаете, чего вы хотите, потому что вас нанимают туда, как винтик. Мужчина, которого вы находите, он, естественно, хочет определённого служения к себе, его ваша личность не интересует вообще, его интересует ваш аватар, тело, так что можете продолжать, значит, качать губы, что там ещё, сиськи, ну, всё как надо, чтобы было, в общем, ну, то есть там, ну, нормально всё, то есть мужчины будут, конвейер, всё будете так пропускать, каждого, в общем, всё нормально будет. Вот, но вас так и не будет, собственно, да, и сейчас, кстати, есть уже тренд, уже, да, вот как бы, вот эта тема эскорта, которая началась, ну, лет 20 назад, да, так постепенно набирала обороты, да, вот сейчас она приходит, эта эра, значит, к своему такому апогею, да, потому что девушки, которые заходили в эскор, да, они там что-то, приклеились там к каким-то определённым мужчинам, возможно, даже получили приглашение, многие из них получили приглашение, нихера не работали, ничего не делали, находились при этих дядечках, и сейчас эти дядечки, что-то мне неинтересно, с тобой до свидания, вот, а эскорту 50, вот, и эскорту что-то, но не похож на тот эскорт, и всё, и вот я одна, домой уже никто не зовёт, там, откуда приехала, денег здесь нету, ты няться по подругам, ни у кого денег нет, у тебя обеспечивать, и вот ты находишься, так сказать, в полном одиночестве, в отсутствии собственного, собственной личности, и начинаешь очень сильно заболевать, естественно, то есть начинаются, как бы, аллергии, начинаются какие-то болезни, очень серьёзные, да, потому что, ну, как бы, всё, как бы, отслужило своё тело-то, да, то есть, ну, тело, которое используют, да, у него есть там период амортизации, вот, тело само по себе без души восстанавливаться никогда не будет, да, то есть, если говорить, тело имеет программу полную на восстановление, да, имеет, но это тогда, когда есть водитель внутри тела, когда есть душа внутри тела, когда дух заходит в тело, тогда тело может полностью восстановиться, вылечиться от рака, вылечиться от любой болезни, вылечиться от самых сложных хронических заболеваний, да полностью восстановиться, Действительно, это тело самовосстанавливающееся полностью. Но это возможно только при одном случае, если есть душа. Душа – это личность по факту. Это тот, кто управляет полностью своей жизнью. Так как вы своей жизнью не управляете, что значит, я не управляю своей жизнью? То есть вам платят зарплату. Вот её не может быть ни больше, ни меньше. Всё, вот она такая. Вы говорите, дайте больше чуть зарплаты. Ну, вам дали плюс 200 долларов зарплаты. Вы же хотите тысячу, может, 10 тысяч хотите, а вам к чему-то не дают. То есть вы не можете этим управлять. Вы говорите, мужчина, не бросай меня. Чего ты меня бросаешь? Я же ж можешь. Всё же вот просто, всё по максимуму как бы создано, да? Вот он говорит, да, для секса по максимуму, для жизни я тебя не беру, мне интересно. Получается, ещё одно ограничение, да? То есть вы не можете влиять на другого человека, на его выбор. Вы говорите, мама, слушайте меня, да. Я говорю, умные вещи вообще, ты застряла там в прошлом. Мама говорит, слушай, я сама всё хорошо знаю, жизнь прожила, иди ты отсюда. С ребёнком разговариваете, он тоже там послушал, и сам себе пошёл делать то, что ему нужно, а может, даже и не послушал, да? Очень часто дети троллят своих родителей, хамят своим родителям. И с одной стороны, может быть, психология расскажет, что это тренд, да? То есть есть действительно гормональный такой фон, когда в 13 лет мальчик и девочка развиваются, появляется, значит, гормон, да, который говорит уже о том, что это уже начало сепарирования. И если внутри вас сидят сущности, сидит внутри вас какое-то говно, вот, то ребёнок будет вам хамить, плевать вас, значит, вы будете его что-то заставлять, кричать, но вы не можете им управлять, да, то есть это будет хамство. Вот, поэтому гормональный фон, он действительно настроен на сепарацию, вот, но если есть какая-то идея, что сепарация должна происходить в хамстве, нет, она не должна происходить в хамстве. Это хамство происходит тоже благодаря вам, благодаря вашему воспитанию, вот, контролю. Вы же там контролировали очень сильно, да, вы же знающие очень люди, да, у которых как бы иногда органов уже нету, да, денег вообще ни черта нету, работы нету, мужчин нету, женщин нету, своих жен нету, да, семьи разваливаются. Вы же очень знающие, вы там знаете, что рассказать. Вот, ребёнок чувствует вот эту ложь, которую вы как бы ему пихаете, вот тоже им управлять не можете. Вот, то есть у вас полностью потеряна свобода воли, вы абсолютно не можете управлять своей жизнью, в какую сферу не посмотрим. И уж тем более с собственным здоровьем, да, как захватила какая-то хроника, всё, и вы просто не можете сойти с этого, ну, значит, из этого лунопарка не выпускают, который называется психосоматика. Всё вы там будете крутиться, да. Вот, крутят, конечно же, вас силы, которые пытаются вас обучить, да, то есть пока вы не научитесь вести себя по-другому, и пока вы не научитесь быть смелыми, а не трусливыми и депрессивными, вы будете чувствовать себя всё хуже и хуже. К сожалению, тренд очень сложный в том смысле, что, например, родители, которым сейчас там около 70 лет, да, вот они там прожили советский период времени и кое-как ещё после вот этот, после перестроечный период времени. Вот, тем не менее, они жили в очень ограниченных условиях, долго и долго, они были в системе, они даже не понимали, что они находятся в системе, да, это точно так же, как рыбка в аквариуме, да. Современный же человек, да, он не живёт, как рыбка в аквариуме, он живёт в аквариуме, смотрит, что океан, вот вы находитесь в аквариуме, а рядом океан, там, значит, рыбы плавают, там можно далеко уплыть, больше возможностей, и у некоторых настолько стоит фильтр ограничений и беспомощности, что человек даже не понимает, он не применяет к себе жизнь в океане. Он говорит так, ну мне бы улучшить жизнь в аквариуме, да, то есть вот робот говорит, мне надо ещё лучше, вот ещё лучше здесь жить в аквариуме, да. Такого рода запросы, они никогда не удовлетворяются творцом, вот. То есть если вы продолжаете жить в аквариуме, ничего не меняете, да, вы просто говорите так, ну, в общем, у меня, значит, мне мама подарила квартиру, я в неё переехала, вот, значит, папа умер, когда мне было, значит, 16 лет, с ребёнком у меня проблемы, и с мужчиной у меня проблемы, они ко мне приходят вроде как бы нормально, но потом они все от меня уходят, отказываются и бросают меня, вот. Поэтому будь добр, как бы, будь добр ко мне, да, вот, творец, будь добр ко мне, выдай мне, наверное, уже вот, ну, как бы, ну, можно уже надо мной так не издеваться, да. Конечно же, запрос из аквариума или ещё, скажем прямо, из подвала, он или из девятиэтажки, из будки в девятиэтажке, да, он удовлетворён не будет, да, потому что не занимается творец с людьми, которые живут в будках в девятиэтажках. Он не занимается. Вот, он занимается, только если ему сказать так, научи меня, пожалуйста, как выехать из будки, в дырка, в воздухе, значит, в наследство никому отдать не могу, я эту квартиру потом, потому что нахер никому эта девятиэтажка не нужна, если её, да, ещё не грохнут, значит, в связи с событиями. Вот, как мне вынуться из вот этой вот ячейки, в которую меня засунули, просто представьте, да, то есть ячейки, и, значит, люди вот так вот понапихано в ячейках. В каждой ячейке есть кредит, однозначно за этим следят, чтобы у каждого из вас в вашей ячейке был кредит обязательно. Это не только касается стран третьего мира, это и во всех регионах, и в Канаде, и в Америке, всё так же, спальный район, всё там, значит, ячейка, будь добр, значит, находись внутри этой ячейки. Только запрос, значит, я хочу отсюда выйти, научи меня, как отсюда выходить, да, и что мне нужно сделать, может, я совершенно не то делаю, да, он будет вот в этом, то есть я сижу в аквариуме и понимаю, что там есть океан с той стороны, и я говорю так, мне точно нужно в тот океан. Естественно, мы понимаем с вами, чтобы в тот океан перепрыгнуть, нужно этот аквариум бросить, да, бросить, это значит полностью остановить все процессы, которые у вас идут на сейчас. А я же здесь работаю, как же я это брошу? А я же, ребёнок там, у него 11 класс, он должен же штабель получить, у меня там, что ещё там, как же я не могу, я тут у меня клуб спортивный рядом, и продавщица в соседнем магазине меня знает, она мне даёт свежее, как мне отсюда, куда мне деться, у меня же тут-то я так построена всю жизнь. Ещё раз повторяю, вы пока строили, вы пришли к тому, что у вас денег нет, любви нет, и кто вы, понятия вы не имеете, вы понятия не имеете, кто вы, потому что тот, кто знает, его на этих каналах нету, то есть человек, который знает, кто он, который знает своё призвание, он не ходит по каналам, не ищет, он полностью в своём призвании, люди работают там, ну, женщине можно работать по 4 часа в своём призвании, но в целом от того, что призвание все любят, знают и хорошо разбираются в своём деле, то есть это вовлекает фактически сначала 8 часов, потом 12-16, и у человека, у которого находится в призвании, это уже не называется работой, это естественный ход жизни, естественный ход процесса, и получается, что когда вы не готовы бросить этот свой аквариум, и не принять радикальное решение, то вас никто не будет пускать туда, а в аквариум, он уже становится такой тухлый, вы сами это чувствуете, и именно поэтому вот эта разница, что наши родители, они были в системе, никто не показывал, значит, этот аквариум, только единицы понимали, что есть где-то другой мир, ну, то есть это было, надо быть очень умным и ищущим человеком, таких в тот период времени, в тот период времени рождалось мало, сейчас наоборот, значит, поколение, которым сейчас там, например, там, 40-50 лет, как раз люди рождённые, которые искать, именно поэтому вы и проходили психологов, там, коучей, что там ещё могли, что-то с собой делали, вы искали, вы ищущие, и как найти этот выход, да, но вы всегда подходите к определённому барьеру, после которого вы не можете принять решение, и этот барьер, он с многими из вас случился лет 10 назад, да, когда уже понятно, что это не жизнь, это всё нужно менять, но сил и радикальности не хватает, почему? Потому что я же не знаю, как, а как, что же я буду без денег, что ли, да, и дальше после этих, после этой границы началась шизофрения, которая называется, что, значит, деньги могут прийти, если сидеть в медитации, если, значит, правильно по свечке поставить, значит, треугольничком в коридор затмения, туда кричать, там, один коридор, кричишь, денег мне, пожалуйста, выдайте, да, чтобы вселенная, так сказать, как говорится, раком встала, значит, и там выдала вам, да, а в другой коридор кричишь, дай мне мужчину, потому что это что, это так такое, мне же секс нужен, обычно же, мне же секс нужен, куда мне его, как бы выдай мне, пожалуйста, да, вот, ну, и, конечно, тот, кто умело сделал всю себе, значит, всю красоту, естественно, он с сексом, вот, но в итоге всё плохо, потому что каждый-то кидает, каждый-то оставляет, вот, потому что женщин красивых, на самом деле много, то есть, это индустрия, как бы, где сексуализация докручена до возбуждения сразу, и иду по улице, у него эрекция, то есть, это как бы окей, да, и всё общество, в принципе, сейчас, это уже специально сделано, да, оно накручено на секс, да, то есть, все бигборды, вся индустрия, кинематограф, реклама любая, да, то есть, всё сексуализировано, да, то есть, общество находится в постоянно возбуждённом состоянии, ниже вот этой чакры, а душа у нас здесь, мы никогда на неё не добираемся, вообще, да, то есть, куда нам здесь, нам же нужна вот эта любовь, в общем, вы крикнули в одно этот коридор, в другой коридор, а деньги не приходят, да, то есть, это вирус был после вот этого барьера, да, все посидели внутри этого вируса, значит, всё, поток, значит, сейчас появились люди, которые сейчас тебе, значит, энергетически, я вижу, сейчас мы там тебя протолкнём оттуда или оттуда, тоже ничего не происходит, да, даже у самих тех, которые энергетически проталкивают, ничего не происходит, вот, и сейчас как бы идёт вот светлость, следующая волна, да, такая как бы для думающих, во-первых, а почему ничего не происходит, я всё перепробовала, наверное, ничего нет, значит, всё, теперь мне, значит, всю жизнь болеть, доходить вам на работу до этого, как это сказать, до пенсии, да, а те, кто потерял бизнес, те, кто уволился, те, кто получил наследство, возможно, какое-то, те, кто получил, кто продал свою квартиру, потому что уже назад не хочу, а жить не на что, те, кто развелись и получили деньги от развода, от того, что там муж работал, а я не очень, и, значит, или хорошо, оба работали, ладно, не буду уже просто так сильно троллить, да, значит, оба работали, наработали себе, значит, на одну недвижимость, поделили её, у вас были деньги, всё, подушка безопасности, быстро заканчивается, потому что нету притока денег, нет понимания, а что делать, чтобы был этот приток денег, и это тоже программа записана из детства, как вы понимаете, потому что все выросли в среде до трёх лет, всё записывается до трёх лет, до трёх лет понятно уже, что у вас денег либо нет, либо они, если появятся, то очень быстро они пропадут, там идут родовые программы, типа раскулачивания, типа расстрелов, вообще в принципе за вменяемость, в общем, религия, кстати, здесь добавляет, потому что религия, она однозначно говорит, что у тебя жизнь после смерти, в общем, а пока вот человек, который говорил очень умные вещи, вот мы его распяли, вот он как бы в крови висит, в общем, ещё кушает, значит, его, значит, мёртвое тело, там вообще всё очень серьёзно, да, и получается, что есть две идеи, вот всё, приехали, да, на пенсию, или полная растерянность, полная растерянность и потерянность, но ещё те, кто продолжает одалживать у своих друзей деньги, те, кто продолжает ходить на работу, да, вот они как бы находятся вообще ещё в глубоко спящем режиме, но я сейчас обращаюсь к тем людям, которые уже сумели однажды сделать прорывы, да, да, эти прорывы были в тупик, да, то есть вы поработали на работе, стали менеджером, начальником, но сейчас вы понимаете, что жопа дело, что ничего, отношения не складываются, роста нету, вам эта работа уже поперёк горла, да, то есть вы всю энергию, особенно женщина, отдаёт какому-то мужчине энергию какому-то, да, у него там всё происходит, он движется, у него там миллион за миллионом он себе зарабатывает, или миллиард за миллиардом, да, вы в него вкладываете свою энергию, а вашего мужчину вам никак не выдадут, да, его и не выдадут, Вселенной, у вас есть уже мужчина вообще, в принципе, да, вот, и получается, что мысль что-то потеряна была на этом этапе, видимо, что-то важная какая-то информация для вас была, что вы прямо у другого мужчины отдаёте энергию, вот, поэтому я обращаюсь к тем, кто действительно сделал определённую победу, да, то есть кто достиг определённых высот, возможно, у вас был бизнес, была собственность уже, да, то есть вы уже создавали и у вас был успех, вы знаете, что это такое, это значит, что вы умеете быть организованными, вы умеете управлять процессами, вы умеете, вы знаете, что вы можете создавать, вы можете создавать, более того, вы знаете про себя, что вы можете быть такими кризис-менеджерами в каком-то смысле слова, да, то есть если что-то разваливалось там в компании где-то, да, или в вашем бизнесе, да, вы пытались и вы знали, как бы вы находили до последнего, находили как бы лучший вариант для того, чтобы оставаться на плаву. Однако тут все устроено так, что вас будут обучать до тех пор, пока вы не опомнитесь, пока вы не проснетесь. И вот есть вот эти вот три уровня, когда вам просто сначала показывают какую-то проблему вокруг, и вы чуете, блин, какая-то фигня, это же надо такое, может и со мной случиться, да, прямо чуете. Или прямо уже очень близко подошла к вам проблема, и она происходит прямо с вами. Вот предупреждают три раза. На четвертый раз уже все, вас просто не существует здесь. Тут неинтересные игроки, которые не являются героями. Раз вы смотрите меня, значит, вы пытаетесь вырваться из этого NPC-формата. NPC – это человек, который, ну, герой, да, который не играет игру в свою жизнь, не играет, а он постоянно делает одни и те же действия. Работа, магазин, дом, работа, магазин, дом, работа, магазин, дом. Сделал действие, переехал в другую страну, там то же самое. Работа, магазин, дом, работа, магазин, дом, да. Но вы не делаете принципиально важные для своей линии жизни, для души, для духа. Не делайте изменений. Значит, то... Продолжение следует... Продолжение следует...